Муляж взрывного устройства был незаметно размещен сотрудниками службы безопасности ПАТП в салоне одного из автобусов во время его движения по второму городскому маршруту. Водитель и кондуктор подозрительный предмет своевременно обнаружили и запустили отработанный алгоритм контртеррористических мер. Пассажиров высадили на ближайшей остановке, а сам автобус отогнали на относительно безопасную площадку вдали от крупных жилых массивов. По действиям кондуктора я их сразу предупредил, чтобы во избежание паники среди пассажиров не объяснять им, что обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, а просто по техническим причинам автобус дальше не пойдет. Мы в этот раз подстраховались, подогнали резервный автобус, который этих пассажиров повез по маршруту дальше. Действия тревожных служб сотрудники пассажирского автотранспортного предприятия оценили на пятерку. Несколько экипажей прибыли на место учений в течение считанных секунд после прохождения тревожного сигнала. Улицу перекрыли для автомобильного и пешего движения. Кинологи также не заставили себя долго ждать. Определять степень опасности подозрительного предмета пришлось жизнерадостному спаниелю по кличке Варя. Собака подтвердила, что тревога на этот раз ложная. После этого оцепление сняли и движение быстро вошло в привычный ритм. У каждого своя задача, а наша задача проводить такие тренировки, ну, во-первых, чтобы не забывать о порядке действий в случае таких чрезвычайных происшествий. Ну, во-вторых, отрабатывать взаимодействие с правоохранительными органами. Пусть они, может быть, не всегда что-то получатся, может кто-то чего-то неисправно сделает, но это для того и проводится тренировка, чтобы где-то что-то подработать, кому-то что-то напомнить. Следующие учения пройдут, скорее всего, в Звенигородском филиале ПАТП на одном из потенциально опасных объектов транспортной инфраструктуры. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...